Сегодня в Гродно состоялось первое выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике. На повестке дня один, но очень важный вопрос. Речь шла о законодательном регулировании государственно-частного партнёрства в Беларуси. Перед заседанием состоялась пресс-конференция, где участники форума подробно рассказали о новой для нашей страны форме развития инфраструктуры. Стоит отметить, что любое взаимодействие государства и бизнеса в какой-то степени уже является направлением государственно-частного партнёрства. Главная задача проекта – привлечение частных лиц, которые возьмут на себя финансирование объектов. На заседании шла речь о той форме государственно-частного партнёрства, которая неоднократно обсуждалась на международном уровне, а также о проектах, которые уже реализуются по принципу работы новой формы рынка по привлечению частного капитала по международным стандартам. Большинство таких проектов предполагает развитие не только производственной, но и социальной инфраструктур, как, например, школы, больницы и другие социальные объекты. ГЧП – это понятие относительно новое для Республики Беларусь в том международном понимании, которое я только что определил. И любое новое экономическое явление, любой новый экономический механизм требует определённой институциональной составляющей, определённой институциональной подготовки. И вот те институты, которые мы уже обозначили, это и Центр государственного частного партнёрства, это и Межведовственный инфраструктурный координационный совет, который создан постановлением Совета министров, и законодательство, проект закона, который будет сегодня обсуждаться. Это всё составляет институциональную среду для развития этого инструмента. В рамках проекта с информационными мероприятиями планируется посетить все регионы нашей страны. Как отметили на заседании, при правильном подходе и структурировании государственно-частного партнёрства в Беларуси, новая форма развития инфраструктуры будет иметь несомненный успех. ГЧП как сотрудничество государства и бизнеса предполагает распределение рисков. Что за этим стоит? За этим стоят определённые обязательства, которые берёт на себя как государство, так и частный партнёр. В частности, государство предоставляет поддержку государственную не только путём бюджетного финансирования, но и также путём активной помощи, скажем так, частному партнёру при осуществлении проекта. Частный же партнёр осуществляет финансирование проекта с привлечением международных финансовых организаций и банковских кредитов, что, в свою очередь, позволяет значительно уменьшить нагрузку на государственный бюджет. Стоит отметить, что такой механизм уже активно используется на территории СНГ и бывших стран Советского Союза. Здесь законодательные акты относительно государственно-частного партнёрства либо приняты и успешно работают, либо находятся в процессе принятия. К слову, один из пионерских успешных проектов был реализован в Великобритании, которая первой начала работу в этом направлении. Лидером по применению механизма государственно-частного партнёрства в России является Санкт-Петербург, в частности, аэропорт Пулково. В Беларуси в ближайшее время планируется реализовать два пилотных проекта, с помощью которых будет установлена эффективность работы новой экономической модели. Проекты могут быть и глобальными, и точечными. Одним из направлений может быть строительство дорог, это могут быть возможные платные дороги, это государственно-частное партнёрство может быть и в различных отраслях социальной сферы, образование, здравоохранение, культура, туризм и так далее. Я думаю, что, безусловно, после принятия законопроекта хотелось бы начинать с небольших точечных проектов, и это будет правильно. Улучшение инвестиционного климата и привлечение внутренних и иностранных инвестиций в инфраструктуру нашей страны – вот основная цель государственно-частного партнёрства. К слову, в Беларуси законопроект о регулировании государственно-частного партнёрства пока находится в стадии разработки. Как утверждают специалисты, принятие такого документа откроет перед нашим государством большие возможности. Планируется, что новый закон вступит в силу уже в следующем году. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно.